Молодой человек с тяжёлым сердцем покидал свою подопечную, как будто он уже тогда чувствовал, что больше они уже никогда не встретятся, но оставлял он её не одну. К тому времени к ним на заимку уже перебрался Ерофей Сазонтьевич, престарелый старобрядец из Горноалтайска. И вот на заимку к Агафьи Карповне прилетел вертолёт из Таштагола, привёз подарки и продукты. Прилетела и племянница женщины, Александра Мартюшева, которая упрашивала отшельницу вернуться к родным. Но отшельница полностью выздоровела и уезжать отказалась. Саша сидел и смотрел в небольшой иллюминатор вертолёта. Далеко внизу мелькали макушки вековых сосен, а на душе у парня было полное смятение. Таожная отшельница. Александр Остапов-Сибиряк. Суровая зима 2014 года для сибирской отшельницы Агафьи Карповны Лыковой, проживающей в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна в республике Хакасия, стала знаковой. Первый раз за всё время своего таожного уединения она обратилась с просьбой о помощи. Тяжёлая простуда подкосила здоровье Агафьи, и, передав через егерей заповедника письмо на Большую Землю, она встала на колени перед старинными иконами и надолго забылась в молитвах. Небольшой отрывок из этого послания миру. Со слезами и плачем прошу вас не оставить Христа ради, помиловать сироту, в беде страждущую, сил никаких не стало, здоровье совсем плохо, в избе не топлено, живу круглосуточно голодом до последнего изнеможения, нужна помощь с дровами, по хозяйству, с огородом, не знаю, как зиму даст Бог прозимовать, дров дома нет. Надо каждый день дрова таскать, и на такой работе псалмы на ходу читать полностью, задыхаюсь. Но полномасштабной спасательной экспедиции к знаменитой таожной отшельнице не последовало. Не ринулись со всех ног спасать старушку не знаменитые столичные блогеры, не любители дешёвого экстрима. В таожную глухомань не закажешь себе суши, роллы и гамбургеры. Да интернета там отродясь не было, да и не будет. Помощь пришла, откуда совсем не ждали, из глухой таожной деревушки Гарь в Томской области, где обосновалось поселение старообрядцев-староверов, таких же, как и сама Агафья Карповна. А вызвался ей помочь молодой парень, 17 лет от роду, сын старосты старообрядцев, Александр Бештанников. Решив, во что бы то ни стало помочь больной отшельнице, Александр связался с главой крупной общины старообрядцев в Томске, а далее с Горноалтайском. Добравшись до Горноалтайска, молодому человеку помогли те самые егеря и доставили до места, где располагалась заимка Лыковых на вертолёте, совершая очередной плановый облёт заповедника. Также по ходатайству губернатора с ними полетел местный лесник, для чего, поведаю далее. Поселился Александр в соседней заброшенной избушке, расположенной рядом с домом Агафьи. Вставал он в пять утра, молился и брался за тяжёлую работу. А работы предстояло много. Дров на зиму не было совсем. Пришлось в авральном режиме заготавливать поваленный валежник. Эту деляну с валежником как раз и показал здешний лесник, так как любые порубки на территории заповедника запрещены. А этот участок попадал под огнезащитные мероприятия и давно должен был быть убран, да всё руки не доходили. Поваленные деревья приходилось таскать волоком по глубоким сугробам до самой заимки. Благо, что всё те же егеря дали на время парню бензопилу и немного бензина. Но вскоре бензин закончился и деревья пришлось распиливать вручную. Как потом ведала Агафья, дров мне Саша заготовил аж на три зимы вперёд. Кроме заготовки дров работы было предостаточно. Проснувшись утром, Александр первоснаперво затапливал печь в своей скромной хибарке, затем, наскоро перекусив, начинал читать молитвы, а далее шёл протапливать дом для Агафьи. Также приходилось готовить ужин и заваривать настои трав для престарелой отшельницы, от медикаментов она категорически отказывалась прим автора. Также уборка и требующий большого ремонта дом Агафьи, всё эти заботы легли на плечи молодого помощника. Так в ежедневных хлопотах и тяжёлой работе прошла зима, а весной Саша получил весточку от родителей, что нужно ехать срочно домой, так как ему пришла повестка в армию. Он наскоро собрался и с первым же вертолётом отправился домой. Агафья Карповна до последнего момента не хотела отпускать своего, уже ставшего ей родным человеком, спасителя. Слёзно просила она остаться Александра, но для староверов служба в армии очень важна, как и все их древние законы. Несколько лет назад предприниматель Талгат Альжанов отремонтировал сельский клуб. В прошлом году с аукциона выкупил здание бывшей школы, там будет комплекс магазин, гостиница, спортзал, фаб и даже мини-центр для дошкольников. Вот видите, на этом месте, немного не доезжая до Студенова, был детский дом. Детей с оккупированных территорий привезли сюда в 1941 году, раздали по домам, а потом всеми окрестными совхозами возвели здание для детдома. Жители всех трёх сел, Студеные, Белые, Щучьи заботились об этих ребятишках, помогали, чем могли. Потом ребят стало мало, и детский дом закрыли. Он существовал до 1964 года, продолжает экскурсию наш попучек. Мы останавливаемся возле красивого озера. Это Студеное, в честь которого и названо село. Вокруг просто звенящая тишина, с берега поднимаются испуганные птицы. Люди здесь бывают редко. Деревня-призрак, вон видите на пригорке дом. Там и живёт Валентина Иосифовна Крес, последняя жительница исчезнувшего села Студеное. Наша Агафья Лыкова. Мы её называем «смотрящая». Если честно, нам важно, чтобы Валентина здесь жила. Пока живёт, вроде бы и село существует, признается Александр Васильевич. Конечно, одной непросто. Но она всегда была с характером, с сильным внутренним стержнем. А в молодости была какая бойкая, заслуженная трактористка, ей даже лет в шестнадцать приходил именной комсомольский трактор Т-40 из города Владимира. Возле одинокого дома Валентины Иосифовны стоят стога сена и техника, рядом копаются куры. Петух, увидев нас, тревожно закукарекал. Самой хозяйке дома не оказалось. Да где и быть, найдём сейчас, успокоил Александр Васильевич. Пойдемте, пока по селу пройдёмся. Прогулка по Студеному производит гнетущее впечатление. От села не осталось ничего, кроме двора последней жительницы и сельского кладбища. Мы идём по дороге, которая когда-то была центральной улицей села то там, то тут виднеются остатки фундаментов. Но тут он чётко осознал, что не хочет для себя такой скучной жизни, и что после службы в армии он обязательно переедет в большой город, чтобы попробовать жить по-новому, а не как его родители и родственники. Ведь жизнь, она одна, а в мире так много всего интересного и непознанного. И только он так решил, как на душе вдруг стало тихо и безмятежно. Парень откинул голову на жёсткое вертолётное кресло и тут же заснул. А старая Агафья ещё долго стояла и всматривалась в голубой небосвод, провожая грустным взглядом исчезающую за горизонтом необычную летающую машину. Также несколько днями ранее Агафью Лыкову предупредили о падении ракеты в округе Абаканской тайги, предыдущие видео об этом уже есть на нашем канале. Хочу также поведать об уникальной истории о бабушке-пенсионерке, которая живёт в селе Призраки Казахстана. Кому интересно, оставайтесь, слушайте историю и пишите в комментарии ваше мнение. Отшельники наших селений, пенсионерка в одиночестве живёт в селе Призраки в Казахстане. Валентину Крес знакомые и жители окрестных сел называют её Наша Агафья Лыкова. Но сама Отшельница это прозвище не любит и даже обижается, когда его слышат. Петропавловск, 14 октября, Спутник. В североказахстанской области в селе Призраки Студеное давно упраздненном и опустевшем, вот уже 15 лет живёт одна единственная жительница Валентина Крес. Корреспондент Спутник Казахстан побывала в гостях у североказахстанской Отшельницы. Некогда село Студеное Мамлюцкого района было процветающим и полным жизни. В селе было сто дворов, школа, магазин, клуб, большая церковь. Вокруг деревни красивейшая природа, зелёные леса и поле с разнотравием, рядом два озера с чистой водой, богатой рыбой. Земля плодородная, урожайность здесь всегда была высокая, в хорошее лето доходило до 30 с лишним центнеров зерна с гектара, и даже в засушливую погоду земля давала по 15-17 цесла жга. В соседнем селе Щучьем, которое находится в километрах 5-6 от Студеного и которое существует и по сей день, урожайность традиционно была ниже. Но некрасивая природа, нещедрая земля не спасли село от медленного умирания. В марте 2006 года из Студеного уехала предпоследняя семья. Остались только Валентина Иосифовна Крес и её пожилой отец. Какое-то время они прожили вдвоём, потом отец умер, и Валентина Иосифовна осталась в селе совсем одна. Так и живёт в одиночестве уже 15 лет. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Мы едем в Студеное с Александром Васильевичем Кудрявцевым. Сейчас он живёт в райцентре Мамлюдка, но родился и вырос в Студеном, здесь прошли его детство и молодость. По дороге Александр Васильевич проводит своеобразную экскурсию. Это село Белое, центр Беловского сельского округа, куда входило и Студеное, рассказывает Александр Кудрявцев. Село было основано переселенцами из центра России ещё до 1800 года. Жители занимались земледелием, сеяли рожь, овес. А ещё здесь проходил сибирский тракт, или, как ещё называли его, дорога кандальников. Помимо торговых перевозок по тракту ехали люди разного чина и звания, от этапа к этапу пешком передвигались партии ссыльных. В Белом были постоялые дворы, смена имщиков, жили царевы-служащие, для кандальников были специальные строения для ночлега. К слову, многие села Мамлюдского района основали крестьяне, переселившиеся из центральной части России ещё во время Столыпинской реформы. Наша территория была заселена свободными переселенцами, инициатором этого был Столыпин. Потом, когда здесь строилась железная дорога, вербовали крестьян на Волге, в Подмосковье, платили хорошие деньги, и сюда люди ехали целыми семьями, добирались как могли. Здесь им давали на дел, пожалуйста, пили лес, распахивай землю. Несколько лет не брали с них никакие пошлины, налоги, но за это с каждого двора должна была выделяться лошадь и повозка для отвозки грунта с места строительства и два-три копальщика. Поначалу жили в землянках, потом строили избы из местного леса, потихоньку обустраивались, заводили хозяйство, трудились, растили хлеб, поднимали детей, рассказывает об истории родного края Александр Васильевич. Сам он тоже родился в семье переселенцев из Пензенской области. Что касается Студенова, то, согласно официальной справке, образовано оно было в 1892 году. В этом году селу бы исполнилось 130 лет. Это дата официальной регистрации села. Нашёл ещё описание одного исследователя, который проехал в 1924 году по всем нашим селам, Студеная стоит на живописном месте. Но больше ничего не смог узнать и точно выяснить, когда село возникло, так как в 1952 году в Белом сгорел сельский совет с документами. «Знаю, что возле озера Студеная была ещё старинная мордовская деревня, где жила мордва, но записей о ней не сохранилось», — сетует Александр Васильевич. «Тем временем по грейдерной дороге мы подъезжаем к селу Щучье. Наш попутчик вспоминает, что когда-то в Щучьем было около двухсот дворов. Здесь была полная школа, сейчас школа закрылась, дети учатся в соседнем селе Белом, живут в пришкольном интернате. Щучье живёт благодаря одному хозяйству, то Белаягра, которая даёт людям работу и обеспечивает быт сельчан, чистит и грейдирует дорогу, возит питьевую воду. Для того, чтобы выехать в райцентр, раз в месяц нанимает машину. Если нужно купить что-то по мелочи, едет в соседнее село Щучье. Летом на велосипеде, а зимой на снегоходе по бездорожью. Зато здоровье крепкое. Шутит сельчанка. Пенсия у меня, конечно, небольшая, 79 тысяч тенге. Если бы не хозяйства, не хватало бы. Я люблю поесть сладкого, не отказываю себе в этом. Летом на столе у Валентины Иосифовны свои овощи, яйца, зимой в рационе появляется мясо. Режет птицу и скот на мясо, она только в холодное время года, так как летом мясо хранить негде, холодильник есть, а света нет. У меня спрашивают, а телевизора нет у вас, а холодильника нет. Есть, отвечаю, у меня все есть, кроме света. В 2007 году отсюда забрали трансформатор, так и живу 15 лет, без электричества, говорит Валентина Иосифовна. Александр Васильевич рассказывает о людях, здесь живших. В моем сознании то и дело возникают сельчан, большинства из которых уже и нет на этом свете, как будто даже слышится их голоса, счастливый смех детей, ворчание стариков. Жуткое зрелище, здесь жили люди, влюблялись, женились, рожали и растили детей, сейчас же все заросло травой. Вот здесь жила семья Кирющенко, там Ковшовы, Целуйка, там Сенькины, там Захаровы. Многие похоронены на местном кладбище, всех помню очень хорошо. С возрастом прошлое еще четче в памяти всплывает, признается Александр Кудрявцев. Деревня была крестообразная, две большие улицы перекрещивались и тянулись до самых лесов. Везде здесь были дома, не осталось ничего, только фундаменты, и те уходят в землю. Вот в этих кустах когда-то стоял двухквартирный дом, здесь была школа, остался школьный сад, здесь магазин, амбары колхозные. Здесь был спортивный городок, баскетбольная и волейбольная площадки. А здесь стоял колодец с самой вкусной водой. В студенном была и большая церковь, рубленная из огромных сосновых бревен. В революцию из церкви сделали зернохранилище, здание добротное было. А еще в советское время, помню, привозили туда кино, и мы пацанами через ласт туда залезали кино смотреть. Много лет прошло, а все помню до мелочей, как рос, в школе учился. У нас в селе начальная была, а потом в щучьи нас возили на хозяйки, а когда и пешком бегали. Деревня была спокойная, дружная, все события вместе отмечали. Я отсюда и в армию служить уходил. Вернулся, еще какое-то время поработал трактористом, а потом уехал. Конечно, каждый раз, как здесь бываю, тоска душу рвет, как по покойнику. В прошлом году Кудрявцев по своей инициативе поставил памятный камень на месте, где когда-то был центр села, клуб, волейбольная площадка, а через дорогу школа. На камне написано «Здесь было село студенное». Ночью и днем все об этом думал. Хочется, чтобы какая-то память о селе осталась. «Мы уйдем, наши дети, внуки сюда приезжать будут», — говорит Александр Васильевич. Последняя из сельчан. Тем временем вдалеке, на дороге, показалась одинокая фигура. Это Валентина Иосифовна. Водила поить корову на озеро. К визиту гостей отнеслась спокойно, сразу уточняет, что на разговоры времени нет, нужно управляться по хозяйству, тем более сенокос в самом разгаре. Последняя жительница села Студенова держит корову, теленка, овец, птицу. Сено заготавливает на зиму сама центнеров, 60 минимум, сама косит, возит, скирдует. Сено кашу прямо в деревне, в фундаментах, оставшихся от домов, далеко не езжу, зачем бензин тратить? «Да и травостой здесь хороший», — говорит сельчанка. Валентине Иосифовне Крес 65 лет. Родилась она и всю жизнь прожила в Студенном. Она из семьи репрессированных в 1941 году её родителей, Мрию Ивановну Иосифа Иосифовича Крес, выслали из Крым. Они жили в 70 километров от Симферополя в одной деревне, были репрессированы по национальной части как немцы. Отцу было 14 лет, маме 12. Привезли их в Казахстан, довезли до станции Мамлюдка, потом развезли по селам. «Наше счастье, что они оказались здесь, многие, кого дальше повезли, просто погибли в степи», — рассказывает Валентина Иосифовна. Потом родители были реабилитированы, но так и остались в Студенном, которое стало родным. Хотя, вспоминает Валентина Иосифовна, «всякое бывало, в школе меня даже фашисткой обзывали, но я сразу по сопатнику била, не церемонилась. Я родилась здесь, пусть и немка, но никогда ни у меня, ни у отца и матери не было мыслей уезжать в Германию. Там не родина, чужое всё. Здесь уже родина». По специальности Валентина Крес-агроном училась в Чаглах. Когда-то это был совхозтехникум Североказахстанской государственной опытной станции с непосредственным подчинением Министерству сельского хозяйства Казахской ССР. Одной из задач опытной станции была подготовка специалистов в области сельского хозяйства со средним специальным образованием. Отработала в щучьим агрономом 4 года. Потом перешла в студеное бригадиром, но с директором не сошлись характером, уволилась. Потом бралась за разную работу, в последнее время трудилась на току в щучьим машинистом мехтока. Стаж у меня с 1973 года, с шестнадцати лет. В шестнадцать уже свой трактор Т-40 получила. Пять лет отработала на тракторе механизатором. «Я очень отцу благодарна, он меня к технике с детства приучил. Я практически любую технику разобрать-собрать могу. И сейчас очень мне это пригождается, тот же мотоблок регулярно нуждается в ремонте», — отмечает Валентина Иосифовна. Отец Валентины Крес был механизатором, мама — домохозяйка. В семье было пятеро детей, младшая сестра живёт в Москве, ещё одна сестра, в Люберцах — старший брат и сестра, в Мамлютке. «А к себе не зовут сестры?» «Спрашиваю осторожно. Зовут все хоть куда, лишь бы уехала отсюда, но, конечно, они не могут мне приказать, а я не слушаю никого», — смеётся Валентина Иосифовна. «Когда все разъехались, я не захотела уезжать. Ну и отцу деваться некуда было, со мной и остался. Сначала думала, может, потом надумаю, решусь уехать. Может быть, и решилась бы, но цены на жилье стали расти, возможности не было уже купить. Мой-то дом не продашь». Так и осталась Валентина Крес в студенном, и уже больше пятнадцати лет живёт здесь одна. Валентина Иосифовна не замужем. Не было стремления такого выйти замуж, да и просто не сложилось. Никто не подошёл по моему характеру. Узнавала немного человека и понимала немой. «Да я всё сама могу сделать, и женское, и мужское, хоть постряпать, хоть связать, хоть отремонтировать забор или трактор», — признается она. Летом на столе у Валентины Иосифовны свои овощи, яйца, зимой в рационе появляется мясо. Режет птицу и скот на мясо, она только в холодное время года, так как летом мясо хранить негде, холодильник есть, а света нет. Жить не тужить. На жизнь Валентина Иосифовна не жалуется. Говорит, что все у неё хорошо. Пенсию получает по карточке в мамлюдке, там и закупается продуктами. Нет, редко. Мне некогда особо, дел очень много. Так и живёт Валентина Иосифовна не унывает. Да, болят суставы, ведь с детства хозяйство — ежедневный тяжёлый сельский труд без выходных. Но опять же не жалуется. И за некоторой, на первый взгляд, её суровостью при общении ты видишь хорошего, доброго и светлого человека. Невольно в гостях Валентины Иосифовны я вспомнила слова наставления старца Амвросия Аптинского о том, как следует жить. Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем моё почтение. Думается, по этому принципу и живёт североказахстанская отшельница. Напоследок Валентина Иосифовна показывает огород, маленьких гусят и смешную милую собаку. Прощаться не хочется, но нам нужно ехать, а Валентине Иосифовне управляться по хозяйству. А вы за новостями как-то следите? Спрашиваю напоследок. Как узнаете, что в мире творится? А как же? Конечно, слежу. Уже много лет выписываю областную газету «Неделя СК». Приносит её почтальон в Щучьи, а я езжу туда забираю. Были проблемы с почтальоном. Надеюсь, совсем его не заберут, тогда буду и дальше выписывать, говорит Валентина Иосифовна. Деревни умирают тихо. Возвращаемся обратно, взяв из Студенова невольную грусть. Больно смотреть на погибшее село, ставшее призраком. В Мамлюцком районе это далеко не первое ликвидированное село. Ещё в 1960-е развалились село Бескозобово, Жагрино, Рям. Там высохло хорошее озеро с питьевой водой, и деревни аннулировали. Часть жителей уехали в село Белое, а в основном в Мамлютку, говорит Александр Кудрявцев. А из-за чего распалась Студеная? В наше время село стали распадаться, из-за закрытия школ. Из-за различных реформ в образовании и ужесточения требований к количеству школьников в селе школы начали признавать малокомплектными, нерентабельными и закрывать, ну и люди стали уезжать из этих сел, сетует Александр Васильевич. Давно известно, что исчезновение село неизбежно, если в нем закрывается школа. Чиновники ведь принимают решения, не думая о судьбах людей. Вот из Студенова люди начали разбегаться как раз из-за закрытия школы. К слову, буквально на днях стало известно, что в Североказахстанской области снова закрыли семь школ. В каждой из них учились менее пяти детей. Такое количество учащихся не соответствует существующим нормативам, пояснили в Управлении образования области. Всего сегодня без школы остаются более трехсот населённых пунктов региона. Для местных детей организованы автобусы, которые подвозят их до близлежащих учебных заведений, либо дети живут в пришкольном интернате. Примерно в одно время со Студеным в нашем районе упразднили прогресс «Орленок», продолжает Александр Васильевич. Сейчас ещё несколько деревней в Мамлюцком районе на грани исчезновения, тоже сливное. В селе Коваль осталось всего 12 домов. Раньше в деревне работала школа, медпункт, магазин, ферма, библиотека и даже клуб. Сейчас руины нет ни магазина, ни школы, ни ФАПа. Печально это всё. Всего в Мамлюцком районе 38 сел, 10 из них в числе неперспективных. За последние пять лет в СКО было упразднено порядка 40 сел, в том числе 13, в 2019 году. С 2020 года из-за пандемии и переписи населения процесс ликвидации сел был приостановлен. Но из 635 североказахстанских сел перспективными сегодня остаются меньше половины, всего 307. В 123 населённых пунктах проживают менее 50 человек и считаются неперспективными. Порядка 30 сел имеют численность до 10 человек. Они первые в очереди на ликвидацию. Постепенно и эти населённые пункты исчезнут навсегда. Правда, у меня генератор есть. Но генератор, удовольствие дорогое, большой расход бензина. Использую, чтобы подзарядить аккумулятор для фонарей. Вечером Валентина Иосифовна вместо люстры включает керосинку, когда выходит во двор, фонарик. Для связи у неё есть мобильный телефон, связь хоть и не очень стабильная, но есть. Из развлечений судоку Валентина Иосифовна любит решать эти мудреные головоломки с числами. Уголь и дрова Валентина Иосифовна заказывает из соседнего села. Чистую питьевую воду тоже привозит водовоз. Летом с водой проще дорога до села, хоть и плохая, но есть, а зимой полное бездорожье. Поэтому на зиму она воду замораживает и потом, когда нужно, растапливает лёд. Для скотины берёт воду из озера, зимой для этого ежедневно рубит прорубь. Раньше дом Валентины Иосифовны стоял в самом центре деревни, сейчас вокруг нет ничего. Все дома разобрали под самый фундамент. Кто-то сам разобрал и увёз, но было и такое, что приезжали люди из других деревень, разбирали дома на стройматериал. За кирпичами-досками приезжали даже из Петропавловска больше, чем за 70 километров. Металисты постоянно приезжают, ищут металл с металлоискателем и собирают. Земля же выталкивает железо. Даже из Петропавловска приезжают на джипах, говорит последняя жительница Студенова. Ой, сколько вывезли этого металла отсюда, столько из недр не добывают, наверное. Валентина Иосифовна отмечает, что люди в селе объявляются постоянно. В озере водится хорошая рыба, сюда ездят на рыбалку. Пограничники здесь раньше постоянно бывали, ведь это зона приграничная с Россией. Я, оказывается, личность известная, смеётся отшельница. Мне рассказывали, что даже российские пограничники спрашивают у вас там, в Мамлюцком районе, женщина одна в селе жила, живёт ещё. Живу, конечно. А не страшно вообще вам? Вы одна. Бывает, люди разные непонятные ездят здесь, страшно, почему не страшно? Всё-таки одна жизнь. Но человек такое существо, ко всему привыкает. Наверное, особенно страшно, когда метель зимой за окнами завывает. Метель – это ерунда, это не страшно. Вот когда заболеешь, тогда страшно. И не за себя даже, а за скотину, что с голоду потом помрут. Я-то ладно. Два года назад отравилась, давление упало очень сильно, думала, не выкарабкаюсь, вот испугалась тогда. А долгими зимними вечерами не бывает тоскливо. Ой, какой тоскливо. Зимой сугробы по два, три метра высотой наметает, вот я их чищу чуть ли не каждый день. Дом-то теперь, обдуваемый всеми ветрами, один стоит в поле, даже заделывая окна клиенткой, чтобы меньше продувался. И каждый год для меня зима снежная, ведь открытое пространство, снега наметает много. Какая тут тоска. Представляете, открываю дверь из дома, а она не открывается, замело. Вот прочищаю сначала маленькую щель, потом больше-больше. И около калитки сугроб ещё больше, вот и чищу. Как-то неделю вообще не выходила со двора, снег таяла и теленка с коровой поила. Потом добралась, открыла калитку и давай траншею в снежной стене пробивать. Прорубь тоже надо долбить каждый день, чтобы напоить скотину. Скучно мне не бывает, от безделия никогда не маюсь. Этой весной Валентине Иосифовне пришлось в одиночку бороться с ещё одной стихией, огнём, который пришёл на сельское кладбище со стороны полей. Хлопало-хлопало пламя хлопушкой, какой там, бесполезно. Вспоминает кошмарный день Валентина Крес. Перескочила через пламя, думала, в другом месте отсеку, но никак. Это страшно, конечно, было, аж волосы от ужаса шевелились. Находиться здесь, видеть, как пламя бушует, и ничего сделать нельзя, просто бессильным себя чувствуешь. Сгорело много могил, часть леса вокруг кладбища. Я стояла возле могилы родителей, думала, хоть как буду пытаться тушить. Но волна огня мимо дунула. А мой дом не сгорит, я за столько лет научилась готовиться к степным пожарам весной, когда от меня ветер дует, я заранее аккуратно, не спеша, обжигаю всю сухую растительность вокруг. Мы ходим по кладбищу среди могил жителей села Студенова. Видим последствия пожара. Уже два раза с перерывом в трёх-четырёх года горело кладбище и лес, сетует Александр Васильевич Кудрявцев. Пал приходил с полей. Сколько раз обращался в лесхоз, чтобы опахали кладбище вокруг, чтобы пламя не проходило. Вот сейчас что-то сделали, но и то до конца не довели. Говорят, села нет, мы не обязаны. Но должны же быть человечность и совесть. Здесь же люди похоронены. Тем более Валентина живёт, пусть одна, но есть же люди в селе. На родительский день на кладбище собираются бывшие жители села Студеная. Приезжают в любую погоду, чтобы помянуть своих близких и пообщаться. Здесь чужих нет, все свои. Я снова залюбовалась красивой природой вокруг. Лес, озеро, чудесный воздух. Вы ходите в лес, наверное, постоянно. Спрашиваю у Валентины Иосифовны. Продолжение следует...